здравствуйте дорогие подписчики гости моего канала меня зовут юлиана сегодня как обычно мы с вами сделаем торон гороскоп на неделю для каждого знака заделка и мы с вами будем смотреть с 28 февраля по 6 марта у нас с вами это идет уже масленичная неделя или как ее еще называют сырная неделя и так а мы с вами посмотрим что же принесет эта неделя каждому знаку зодиака первый знак у нас с вами идут овны смотрим что овну принесет неделя и так первая карта будет это основа недели именно самые важные тенденции овнов самые важные тенденции в первую очередь и вам очень важно нужно будет обратить внимание на неделю на то что вы можете попасть в какую-то такую зависимую ситуацию из которой будет очень сложно выбраться возможно что вы будете слишком заняты предположим на работе и не сможете предположим там отказаться да от какой-то дополнительной работы хотя это с одной стороны плюс вам заплатить деньги но с другой стороны вы вынуждены будете предположим больше времени уделять работе также вы можете оказаться в такой ситуации если вы скажем так будете вам очень важно знаете вот самое главное это разумно подходить к решению любых вопросов то есть не поддаваться вот внутренним каким-то инстинктам не поддаваться внутренним импульсом потому что если вы к чему-то легкомысленно отнесетесь то вы можете попасть в неприятности то есть вам самое главное это быть скажем так внимательны и очень осторожно потому что могут быть и риски некоторых опасностей и трудностей которые в которые вы можете попасть на неделе и это основная такая тенденция вашей недели что нужно быть очень осторожными но и сами старайтесь не поддаваться неким таким импульсом чтобы как говорится не усугубить некую ситуацию не усугубить именно себе жизни да то есть не усложнить какими-то проблемами и очень важно именно больше вот следовать разуму понимаете то есть не тому что вот внутренне иногда может что-то хочется что-то бушу это что-то вот на эмоциях можете а старайтесь все-таки как-то более разумно подходить именно к вопросам потому что есть риски сложностей опасности которые вы должны предугадать уже наперед что в личной жизни в личной жизни не очень хорошо потому что здесь просматривается что возможно как раз эти как чувство ревности и пошли проблемы то есть здесь старайтесь не выяснять отношения как раз на неделе иначе вы только усугубите ситуацию то есть у вас идет очень такое сильное напряжение возможно что со стороны не обязательно что вы сами создадите такую ситуацию но на неделе старайтесь не выяснять отношения потому что есть риски того что вы можете просто разругаться и очень долго не сможете наладить между собой отношения также это может быть и что просто знаете как могут быть трудности из-за финансового характера то есть возможно что у вас могут быть скажем так на неделе проблемы с финансами что также отразиться на отношениях то есть самая главная тенденция не выяснять рабочие моменты в работе вот как раз вы будете лидером вот в работе как раз у вас наоборот все силы будут брошены на работу то есть здесь прекрасная неделя показать себя обойти конкурентов если у вас есть конкуренты и вы сможете максимально удачно вот вырваться вперед особенно если вы долго ждали своего часа как раз на неделе это ваш час именно вырваться вперед что с финансами с финансами немножко придется где-то в чем-то себя ущемить где-то придется на что-то закрыть глаза где-то придется немножко потерпеть потому что здесь либо вы большую часть будете выплачивать кредиты что может быть из-за этого вы не совсем будете довольны именно финансовым положением либо вам придется знаете как возможно что и расстаться с деньгами то есть здесь тоже имейте ввиду что если вы кому-то дадите в долг то этих денег вы можете не увидеть финансовая сторона немножко конечно подшатнет вашу ситуацию новый человек с характером и у вас может появиться возможность именно подработки поэтому здесь не стоит унывать и отчаиваться потому что вы сможете то есть если вы не будете впадать в панику то вы вопросы решите итог недели но у вас все-таки все завершится благополучно то есть несмотря на сложности недели несмотря на трудности но все-таки вы все на неделе завершите то есть вы все-таки сможете окончательно решить все свои позиции то к чему вы шли те задачи которые вы ставите вы их сможете все-таки на конец на неделе уже закрыть скажем так добиться именно то что вы хотели самое главное это ваш настрой потому что здесь все будет зависеть именно от вашего желания и намерений так совет для вас проблемы не снаружи а внутри разберитесь с ограничивающими установками вот у вас здесь как раз и показано что очень много будет зависеть от вас то есть несмотря даже на давление несмотря даже на то что может быть такой вот массовая да когда на человека со всех сторон начинаются и проблемы и неприятности вам самое главное выдержать выстоять тогда да тогда все-таки вы концу недели все завершите предостережение не будьте жестоки холодные упрямо своих суждениях вот знаете здесь немножко идет именно такой момент что неделя конечно это может немножко подкосить больше знаете как вы будете злиться на многих что может быть кто-то не оказал поддержку кто-то не поддержал кто-то наоборот что-то обидное вам сказал и это конечно будет очень неприятно и портить вам настроение вот сами себе создавайте наоборот такой вот знаете вот хорошее настроение ни в коем случае не поддавайтесь панике тогда все будет решено у вас вас так так это были овны теперь мы смотрим телец общая тенденция недели неплохая у вас неделя на самом деле здесь знаете как идет такая позиция что вы наконец на неделе все восстановите разложите по полочкам как должно быть то есть если у вас была какая-то суматоха вы не знали что можно что нужно то есть вы не знали в каком направлении двигаться или как решить скажем так какие то вопросы а то как раз у вас получается что вы на неделе все-таки все разложите по полочкам также вы сможете восстановить некоторые процессы то есть предположим если вы долго искали какой-то поддержки долго искали какой-то помощи либо очень долго собирали какие-то документы предположим то здесь однозначно всю на неделю у вас восстанавливается да то есть там может быть потеряны документы были либо вы очень долго не могли что-то оформить то как раз на неделе у вас это получится вот самая основная ваша задача это именно упор на то что вы долго не могли что-то для себя решить то есть это юридические вопросы это государственные вопросы это устройство на работу если вы хотели то однозначно может быть официальное оформление либо оформление каких-то важных документов либо подписание каких-то договоров то как раз вот это основная тенденция у вас обеспечена личные отношения внимание идиот интересы идут а то здесь личные отношения достаточно неплохо будет развиваться в отношениях и здесь вы почувствуете между собой совершенно какие-то знаете вот новую энергию совершенно новый какой-то такой вот между вами будет присутствовать такое восприятие когда вот притяжение идет то есть когда какая-то вот новая искорка зародится которая позволит вам а знаете вот пересмотреть отношения друг другу возможно что в чем-то притупилась в чем-то уже конечно немножко перестали может быть быт проблемы да друг друга не видели то как раз здесь вы вспомните что вот у вас настолько был скажем так вот много энергии между вами от этих интересов что вы прям будете очень довольны будете расцветать также ты для одиноких тоже прекрасная неделя то есть здесь и есть вы все перспективы на то что у вас будет встреча и достаточно ярко интересные которые запомнится надолго поэтому не упускайте возможности работа немножко придется в чем-то немножко придется как-то отстаивать какие-то свои позиции здесь быть и готовы к тому что возможно что даже ложное какое-то обвинение может быть ваш адреса либо вам придется с кем-то спорить либо придется отстаивать свои интересы то есть кто-то может быть против вас на работе из-за чего будут некоторые сложности они незначительные но знаете как неприятности создадут то есть здесь будьте готовы к тому что кто-то против вас что-то будет говорить и если вы это сразу будете пресекать и тогда дальше это не разойдется финансовая сторона финансы тоже немножко придется повоевать то есть здесь придется очень активно решать вопросы связанные с финансовым то знаете как может быть такая ситуация что вы оформляете там покупку и не хватает суммы денег и вы срочно будете собирать вот деньги срочно чтобы вот оформить какую-то покупку то здесь вам сожалению придется либо взять в долг и возможно у знакомых у родственников для того чтобы перекрутиться то есть я не вижу к сожалению чтобы на неделе у вас и финансовая сторона была активная да именно здесь вам придется крутиться брать в долг как-то просить помощи и вот всю неделю вы будете именно в этом перекручиваться итог недели итог недели здесь идет такой момент что если вы все-таки соберетесь с мыслями тогда вы сможете перекрутиться то есть вы сможете выйти из какой-то неприятной ситуации которая может быть как раз финансовая сторона либо вы будете выбивать у кого-то свой долг что вам самим не хватает денег тем не менее у вас вот и получается что всю неделю придется вот крутиться в разные стороны и конечно поначалу может быть немного сложно но потом под конец недели все-таки вы уже вот скажем так войдете в эту колью что принципе уже легче будет решать вот некоторые сложности так совет для вас не спешите сначала нужно хорошо изучить ситуацию вот здесь как раз вам картой говорят что не пытайтесь вот что-то максимально быстро решите либо вот как-то выйти вперед и предположим там но сверху скажем так в ваших возможностей на то есть старайтесь все делать по ситуации по своей возможности выше головы не прыгайте потому что здесь все равно большего вы не сделаете только будете усугублять себе ситуацию а если не спешно все решать это тогда да во всяком случае сможете избежать многих неприятностей допреждением не расслабляйтесь дело время потехе час это вот вам предупреждение говорится о том что не распыляйтесь на других если вы хотите максимально решить свои вопросы сосредоточьтесь на своих целях на своей жизни а не пытайтесь скажем так вот противостоять всем тогда вы не сможете решить именно свои задачи так это были тельцы теперь мы смотрим близнецы основная тенденция недели достаточно легкая вас ожидает неделю то есть здесь я принципе вы не особо будете сосредоточены скажем так на проблемах но это сейчас будем смотреть принципе даже если вы что-то перед собой ставите неделю вам обещают и легкость свободное движение именно изменение в ситуации если предположим у вас что-то были какие-то сложности то здесь на неделе вы все это с легкостью решите очень хорошую удачная неделя для различных поездок и будьте готовы к тому что неожиданные повороты будут именно в плане дороги в плане перемещения если вы хотели также на неделе вы что-то можете начать новые вообще для себя то есть это новая работа это новые отношения какие-то новые возможности вы найдете для себя и принципе вы на неделе больше будете найти как-то расслабляться на то есть вам неделя предоставить такие возможности когда вы будете расслабляться чувствовать себя свободно, комфортно от каких-то, может быть, обязанностей либо каких-то обязательств. То есть настолько у вас с лёгкостью всё будет решаться. И плюс ещё идёт такой момент, что если были очень сложные задачи до этого периода, то на этой неделе вы это всё наконец с лёгкостью отпускаете. Знаете, как говорят, когда груз из души, вот как камень сердца, вот как раз у вас это ваш случай. Отношения. Если отношения вы основательно стараетесь сделать всё возможное, чтобы укрепить отношения, то здесь как раз на неделе вы будете сосредоточены на том, чтобы, знаете, укрепить свои отношения. То есть вы понимаете именно, к чему вы идёте, к чему вы стремитесь. Вы понимаете прекрасно, что, в принципе, ваши отношения уже, скажем так, прошли определённые проверки, что прошли очень много испытаний. И, наконец, именно сейчас уже просто укрепляются позиции. То же самое это идёт, если вы, предположим, ещё не в отношениях, но хотите, то вы как раз будете сосредоточены, знаете, как будете ознакомиться, общаться, будете делать всё возможное для того, чтобы встретить именно своего человека, что, в принципе, есть возможности, если вы не остановитесь, а будете продолжать в этом же ритме. Работа. Работа. Но вот работать как раз и не хочется. То есть вы будете либо кто-то в отпуск, возможно, что уедет, кто-то возьмёт выходной на неделю. То есть у вас как-то нерабочее состояние. То есть у вас почему-то возможно, что на работе, в принципе, будет всё достаточно комфортно. То есть, в принципе, вы будете видеть, что работа никуда не денется, что работа как есть, так и будет. И здесь вам захочется больше расслабиться. В принципе, на работе особо что-то серьёзного не ожидается. В принципе, вот как идёт обстановка, она так и будет идти. То есть надеюсь, в какой-то мере у вас будут возможности расслабиться. Финансовая сторона. Финансовая, ну прекрасно, просто прекрасно. Вы чувствуете, что вы именно при деньгах, что вы в нормальном положении находитесь, даже если не всегда получается, предположим, что-то там себе приобрести или купить. Но вы знаете, что у вас стабильная работа, что у вас стабильно всё идёт в жизни, что вы уже, возможно, сколотили там какой-то капитал. Но, предположим, что вы знаете, что если вы сегодня потратите, завтра у вас будут деньги, либо будут возможности, предположим. Поэтому здесь вы прекрасно на неделе себя будете чувствовать именно в том плане, что всё хорошо. Поэтому и будут возможности расслабиться. Итог недели. Итог недели, ну эмоционально немножко неделя. Но знаете, здесь в принципе неделя у вас идёт настолько лёгкой, настолько вот вы будете наполняться энергией, это вам позволит, возможно, что реализовать какие-то свои мечты, какие-то желания, то есть то, что давно хотелось. И вы будете понимать, что вот у вас настолько всё получается свободно, настолько легко, что даже ещё будет и зависть в вашу сторону, но вы на это обращать внимание не будете. То есть вы будете просто наслаждаться. Совет. Совет. Учитесь видеть других людей хорошие и открыто говорите им об этом. Это знаете, как здесь идёт такой момент, вам говорится, что у вас настолько вот идёт такая лёгкая волшебная неделя, что поделитесь вот этой радостью с другими людьми. И тем самым вот это вот добро, радость, это всё в двойном размере вернётся к вам. Предупреждение. Не жертвуйте собой ради покоя в отношениях. Здесь карта предупреждает, вот возможно, что как раз про отношения может быть. Знаете, как не переусердствуйте. Потому что может быть такой момент, что вы настолько сосредоточены вот именно на эти отношения, что нужно где-то, знаете, как немножко ослабить, да, именно свою позицию, чтобы ваши отношения, ну скажем так, не перешли во что-то такое гнетущее. То есть вот нужно немножко как-то, ну знаете, как не особо контролировать, предположим, человека, а дать возможность, скажем так, как свободу движений, свободу действий. Тогда вот будет всё замечательно. Так, теперь мы смотрим раки. Раки, основная неделя, что-то вам не понравится на неделе, что-то здесь немножко будет напряжение, но возможно, что вы сами себе можете создать проблемы. То есть у вас идёт именно такая позиция, что у вас на неделе может быть какая-то, знаете, я бы сказала, повторяющаяся ситуация, что вот что-то всколыхнётся внутри вас, из-за чего вы можете, знаете, как вот сосредоточить своё внимание на какой-то проблеме и не увидеть возможности вокруг. Либо у вас будет выяснение отношений с неким человеком, вам захочется, предположим, выяснить, но это совершенно ни к чему, потому что ни к чему хорошему не приведёт, но вы только создадите себе лишние проблемы и неприятностей, понимаете, какая-нибудь эта ситуация. И поэтому здесь вот в первую очередь вам нужно отпустить именно вот, ну может быть, какие-то обиды, вот какое-то внутреннее переживание, то есть не сосредотачиваться вот на тех внутренних своих ощущениях неприятных, из-за чего вы можете, ну скажем так, усугубить некую ситуацию на неделе. То есть просто можете испортить себе всю неделю вот именно, скажем так, своим отношением. То есть вам самое главное сосредоточить, ну знаете, как вот стараться в некоторых моментах видеть радость, а у вас вот почему-то не будет настроения вообще. То есть это может быть из-за того, что будет какая-то вот, знаете, такая возобновится ситуация, от которой вы, может быть, пытались убежать. Ну вот тут основной такой у вас. В личных отношениях что у вас? В личных отношениях, вы знаете, вот слишком настолько хорошо, что будете искать какие-то причины. Вот как раз здесь и может быть, что, а знаете как, в принципе, в личных отношениях кто в отношениях? Всё стабильно, всё хорошо, всё комфортно. Но вот что-то не хватает. А не хватает именно каких-то, вот, знаете, вот эмоций, не хватает именно вот просто каких-то красивых слов, да, свой адрес. и вы будете уже как раз создавать себе проблемы. Но почему не обращают внимания? Значит, что-то не так. Понимаете? То есть здесь вот слишком хорошо, что в какой-то момент вам будет казаться, что всё плохо. То есть вот эти моменты имейте в виду. Ну а если кто одинокий, то здесь маловероятно, что будет знакомство. То есть вы будете общаться, но знаете, постольку-поскольку, потому что, в принципе, вы не совсем будете видеть, скажем так, нужного для себя человека. То есть вы выберете для себя такое вот общение, которое вас просто будет устраивать, но это не для отношений. То есть это просто чисто такое, знаете, как может быть даже дружеское какое-то внимание, но не более. Работа. Работа. Вот вы будете сосредоточены на работе. Вам даже нужно всё внимание сосредоточить, потому что здесь есть прекрасные перспективы показать себя. То есть возможно, что ваше руководство за вами наблюдает, смотрит именно, какой вы сотрудник-работник. И здесь очень важно вот как раз не расслабляться, а сосредоточиться на своих целях, если вы хотите продвижения. Потому что у вас вот эта неделя, она и показывает, что если вы будете сосредоточены, есть все шансы продвижения по работе, либо увеличение зарплаты. Если вы без работы, то у вас есть все шансы устроиться на работу, но нужно не сидеть, а действовать. Финансы. Финансы немножко у вас идёт такой момент, что вы будете как-то опечалены в том плане, что у вас появятся, скажем так, непредвиденные какие-то возможности, какие-то траты, расходы. И вам придётся крутиться, а что мне делать? Одно выбрать или другое? То есть вы как-то немножко будете в финансах распыляться. То есть возможно, что вы уже потратитесь какую-то определённую часть, а потом что-то совершенно другое для вас откроется, и вы будете искать деньги, а где же мне найти деньги? То есть здесь не распыляйтесь. Лучше денежки пока придержите при себе, вот именно до тех пор, когда у вас появится, скажем так, приятная возможность, что-то, может быть, более такое удачное вложение, предположим. То есть здесь старайтесь всё-таки контролировать, потому что вы можете впустую потерять деньги, но потом просто будете переживать, сами же на себя обижаться. Итог. Здесь немножко идёт такой момент, что если всё-таки поддадитесь именно своему унынию, что может у вас с самого начала быть недели, то тогда вы себе эту неделю испортите. Если вы не будете поддаваться именно своим внутренним вот этим переживаниям, именно вот этому унынию, то тогда вы сможете выйти из какой-то сложной ситуации. Но есть вероятность того, что вы всё-таки, знаете как, будете недовольны событиями, что вот может что-то вам не понравится, что вроде всё сделали, всё хорошо, а вот что-то вам может не понравиться, и вы будете за это очень сильно переживать. Либо всё равно, знаете, как деньги куда-то потратите, а потом будете переживать, а зачем я это сделал. Ну вот пока так у вас. Совет, совет, совет. Будьте честны перед другими и перед самим собой. Звешивайте всё на своих внутренних весах. Вот здесь, понимаете, вам идёт такой совет, что не пытайтесь, предположим, кого-то переубедить, либо пересилить какую-то ситуацию. То есть вот почему у вас может быть разочарование, что, возможно, вам, предположим, будете заниматься делами, но потом вы поймёте, что вам это совсем не нужно, что вам не нужны были, предположим, какие-то покупки, либо общение с человеком, либо какая-то ситуация. То есть, может быть, знаете, как захотите назло кому-то сделать, а вот как раз этого делать не нужно. Предупреждение. Нужно уметь отпускать ситуацию на самотёк, не пытаясь всё просчитать. Вот, знаете, здесь идёт именно такой момент, что для вас самое главное вот как раз и идёт, что если, если... Не держите, вот, знаете, у вас больше не делается, что не держите внутри себя какие-то вот прошлые обиды. Это вам очень сильно помешает именно достижению цели. Вот у вас может быть такой момент, что если вы будете, даже там уже, может быть, год прошёл, да, а вы вдруг вспомнили. Вот это может очень сильно подпортить вот вообще всю ситуацию на неделе. Поэтому здесь вот нужно всё-таки вот какие-то переживания, моменты отпустить. Так, это были раки. Теперь мы смотрим лев. Так, основная тенденция недели достаточно неплохая. Здесь идёт именно такой момент, что, в принципе, у вас будут возможности достаточно неплохо будете решать вопросы свои и причём здесь любого характера вопросы. Но если вы, знаете, как не будете всё-таки распыляться на разные стороны, потому что у вас может быть такое состояние, что вы можете оказаться перед таким достаточно серьёзным выбором. И в первую очередь вы должны на неделю слушать своё сердце, именно своё сознание. То есть то, что вам важно, то, что вам нужно. Не пытайтесь поддаваться влиянию со стороны других людей. Знаете, как может быть такое, что нет, вот делать так, как я сказал, предположим. То есть вот здесь самое главное слушать именно свою интуицию, своё сердце. Это будет правильное решение, потому что вы, возможно, не сможете сразу с чем-то определиться. Это может быть всё, что угодно абсолютно. И поэтому здесь самое главное для вас это не торопиться. То есть если вы действительно хотите что-то удачно решить вопросы, не торопитесь. А вот лучше даже в какой-то момент подождите, как вот дальше будет выравниваться ситуация. Потому что только так вы тогда примете правильное решение для себя в первую очередь. Отношения. Отношения здесь показаны, что в принципе, как вы захотите, так и будет. Но слишком не переусердствуйте, потому что здесь в вашей второй половинке может что-то не понравиться. Предположим, слишком строгий контроль. А слишком там, знаете, как выяснение отношений, что вот почему именно так, а не так. То есть здесь немножко вот такой момент идёт. И если вы не будете слишком настойчивы в чём-то, тогда вы сможете, скажем так, укрепить отношения, наладить отношения и как-то вот выровнять ситуацию. Потому что именно очень многое будет зависеть от вашего настроения, от вашего настроя. Если будете в чём-то, как говорится, перегибать палку, то вы тогда можете испортить отношения. А для одиноких здесь как раз показано, что вы сами творите судьбы. То есть если вы захотите, знакомства у вас идут, кстати, судьбоносные, очень серьёзные на неделе. То есть вы можете как принять эти знакомства, так и можете избавиться от них, как говорится. То есть они не знакомятся просто с людьми, а вот мне там одному либо одной комфортно. То есть здесь очень многое зависит от вас. Работа. Работа всё как обычно, особо ничего не поменяется, вынуждена терпеть какую-то ситуацию, вынуждена находиться именно в том состоянии, как и есть сейчас. То есть ничего не сможете поменять, даже если будете что-то пытаться, с кем-то договариваться, как-то пытаться выйти, скажем так, из этого замкнутого круга, то это бесполезно. То есть здесь ничего не поменяется, как есть, так и есть. То есть наоборот, как бы не усугубилась ситуация, что вы вынуждены что-то более терпеть и молчать. Но вот пока идёт так. Финансы. Вот финансы, знаете, идёт такой момент, что очень такой неоднозначный, потому что здесь вы как легко можете получить деньги, так легко и можете потерять. Будьте готовы к тому, что может быть именно какие-то схемы обмана в вашу сторону в течение недели, и вам нужно быть очень осторожными. Старайтесь не давать в долг, но и старайтесь на этой неделе сами не брать в долг, потому что здесь как раз может быть такая ситуация, что не время именно сейчас для вас брать в долг. То есть как бы только усугубите себе ситуацию. Но вот старайтесь, знаете, как захочется вот какое-то такое вот празднество, захочется вот такой вот, да, праздник себе устроить, вечеринку себе устроить, предположим. И здесь вот именно под влиянием, скажем так, вот веселья, самого разгара вы можете спустить все деньги. Поэтому здесь, ну, как бы, будьте начеку. Но деньги вот у вас на неделе, они вот так вот и будут. То есть они как пришли, так и быстро уйдут. Не сможете, если вы хотели сохранить, предположим, а здесь на неделе не получится. Итог недели. Но всё-таки неделя идёт активно. То есть всё равно вы, а знаете, как если в течение недели расслабитесь, да, то под конец недели всё-таки вы возьмёте себя в руки и уже прям основательно будете вот быстро решать свои вопросы, да, вот именно какие-то проблемы. Ну, это у вас так. Совет. Сила духа и сила желания помогут достичь цели. Как раз о чём я вам и говорила, что нужно брать себя в руки и не расслабляться, ни в коем случае, даже если что-то не сразу получается. Предупреждение. Вы склонны принимать желаемость за действительное. Особенно это касается у вас на неделе финансовой ситуации. То есть здесь не поддавайтесь искушению, потому что могут быть большие риски, о чём потом будете жалеть. так, это были львы. Теперь мы смотрим дело. Итак, у вас идёт основа недели, это то, что вы будете достаточно активны очень, вы будете стремительно чего-то добиваться на неделе, и в принципе у вас будет достаточно неплохо получаться, потому что вы, знаете, у вас идёт такая позиция, что вы сразу будете видеть результаты, то есть вы будете уверены, что вы на правильном пути, вы уверены именно в том, что вы действуете всё именно так, как нужно вам в первую очередь. и если вы не остановитесь, скажем так, на достигнутом, либо не расслабитесь в какой-то момент, то вы сможете достичь очень многого на самом деле, здесь очень много будет зависеть именно от вашего стремления, но здесь у вас энергии, хоть убавляя, энергии просто будет колоссально много, что позволит вам очень многое получить, особенно если у вас, предположим, раньше что-то не получалось, то есть если вы не могли что-то вот изменить своей жизни, не могли что-то, скажем так, улучшить, то как раз сейчас на неделе есть все возможности. Также будьте готовы к тому, что будут какие-то неожиданные, скажем так, у вас дороги, неожиданные какие-то такие совершенно поездки, но знаете, как-то это всё вам будет даваться с лёгкостью, то есть вы успеете всё абсолютно. Так, в отношениях, ну прекрасные просто отношения, кстати, здесь если в отношениях ждите приезд, если вы давно кого не вендели, неожиданно, причём и очень-очень быстро и скоро, поэтому здесь имейте это в виду, что здесь такая яркая встреча, интересная, что вы будете, вот много-много радостей будет, много эмоций будет, но на самом деле у вас это всё прекрасно. Ну и вообще у вас достаточно хорошая неделя именно в отношениях, когда вы чувствуете, что вы любимы, когда вы чувствуете, что вас любят, идёт очень сильное такое вот внимание к вам и здесь в принципе вы ну не будете чувствовать, что что-то может там предположим усугубиться, да, либо что-то ухудшится, то есть очень прекрасные отношения, просто изумительные. То же самое это касается, если вы одиноки, то здесь есть все перспективы именно вот встретить, знаете, вот того человека, о котором может быть давно мечтали и причём это будет очень так стремительно и быстро. в работе всё спокойно достаточно, то есть в принципе в какой-то мере вас устраивает, вы не хотите что-либо менять, вы не хотите каких-то пока кардинальных перемен, вы понимаете, что лучше вот то, что есть сейчас и так и будет, да, то есть здесь что пока лучше сохранить вот те позиции, какие есть, поэтому здесь особо что-либо как-то менять свои позиции в работе вы пока не будете, но и прекрасно будете понимать, что улучшений тоже пока нет, но вы как-то к этому уже как бы с этим смирились, вы уже в принципе спокойно скажем так работаете и пока так им будет. Но если кто ищет работу, то здесь будут у вас несколько вариантов, но как-то либо вас это не будет устраивать, либо вы просто будете очень долго размышлять, может быть какая-то временная работа может быть, но вот пока нет вот этой постоянной, понимаете, пока не просматривается. Финансы. Финансы поют романцы. Пока, к сожалению, придется вам от чего-то отказаться. То есть, знаете, если вы хотели что-то себе лишнее позволить, то здесь, к сожалению, не получится. Финансы немножко придется придержать при себе, особенно если вы что-то очень долго планировали, то, к сожалению, пока маловероятно. Здесь придется немножко себя в чем-то ограничить, чтобы, знаете, как и не сидеть без денег, как говорится. Поэтому здесь как-то будьте осторожны с финансами. Но по итогу все-таки вы полностью сможете выправить некоторые позиции. По итогу вы все-таки сможете решить вопрос, особенно то, что может быть личного характера. Если что-то не получалось, то здесь все равно вы подведете, как говорится, все итоги на неделе. Вы сможете все-таки все преобразовать именно в лучшую сторону и, соответственно, даже укрепить какие-то позиции. То есть вы вот настолько будете очень внимательно подходить именно к решению своих вопросов, что, в принципе, вам позволит почувствовать себя в каких-то сферах намного лучше. Укрепите, я бы так сказала. Так, совет, совет. Полюбите и побалуйте своего внутреннего ребенка. Но здесь знаете как, что даже если есть сложности, все равно постарайтесь себе вот чуточку немножко расслабиться. То есть не настолько быть вот прям вот во всем себя ограничивать, но немножко можно и расслабиться. А предупреждение. Этот мир не создан для того, чтобы удовлетворять ваши прихоти и желания. Здесь вам говорят, что можете себе позволить, но нужно знать меру. то есть в каких-то позициях. Потому что у вас может быть такой момент, что на широкую ногу, туша на распашку, но все-таки сохраняйте вот эту золотую середину, чтобы действительно была у вас стабильность в жизни. Вот у вас так. Так, теперь мы смотрим весы. весов прекрасная неделя. Здесь знаете, у вас больше идет именно такой момент, что вы будете сосредоточены на, скажем так, каких-то можно быть традициях, семейных традициях. То есть может быть, кстати, основой недели у вас может быть, что вы приезд родственников, либо вы все вместе соберетесь и такой момент может быть. Но основной задачей для вас является на неделе это укрепление каких-то позиций, связей возможно. То есть если вы предположим очень долго не могли с кем-то объединиться, то как раз на неделе у вас получится прекрасная перспектива и здесь вы даже должны воспользоваться именно этим моментом, этим шансом. Потому что очень многое будет зависеть именно от правильности ваших действий. Вы можете максимально удачно завершить какие-то процессы, решить вопросы, плюс еще вам оказана будет поддержка со стороны. То есть вы будете видеть и понимать, что вы не одни предположим со своими проблемами, а вы будете видеть, что рядом есть люди, которые готовы поддержать, которые готовы вам помочь в чем-то и вы прям существенно будете получать максимум для достижения каких-то целей. Поэтому здесь воспользуйтесь, не отказывайтесь в первую очередь от помощи, которая вам идет. Личная жизнь. Прекрасно, хорошие отношения, здесь внимание, интересы именно в вашу сторону. Вы будете просто наслаждаться, вы будете получать свою частичку счастья, потому что здесь очень много эмоций, очень много таких интересов присутствует, очень много таких вот ярких моментов будет, которые, в принципе, запомнятся, кстати, надолго. И возможно, что на неделю кто-то, может быть, и официально укрепит отношения, что повод для радости, либо вы не могли, предположим, наводить отношения, не могли помириться, то однозначно у вас идет примирение. Да и для одиноких тоже очень прекрасная неделя, именно в том плане, что очень много внимания будет в вашу сторону, очень много такой заботы, где вы будете чувствовать, что действительно есть все шансы нормально устроить личную жизнь. Работа, работа прекрасная, просто прекрасное состояние, когда действительно наконец выпадает вот тот самый счастливый случай, для того, чтобы можно было максимально либо продвинуться, либо максимально получить любую выгоду для себя. То есть здесь однозначно идет хорошая работа, однозначно идут деньги, однозначно идет вот именно комфортное положение для вас. То есть если вы были какие-то проблемы, трудности, вы их решите с легкостью, очень с легкостью, что вы будете просто вот радоваться. Либо кто не мог долго устроиться, ждите работу, потому что подвернется и очень даже неплохая. То есть именно с перспективами. Поэтому здесь обязательно все принимайте. Финансы. Финансы однозначно неплохо. То есть здесь даже если в какой-то момент вам в чем-то не будет скажем так хватать, как я и сказала изначально, помощь вам гарантирована в течение недели. А вообще вот у вас вся неделя она идет такая очень плодотворная, очень такая насыщенная. Именно в первую очередь для вас, когда вы действительно будете чувствовать максимум, что знаете, как-то все налаживается по всем аспектам. Итог, прекрасный итог, где вы наконец почувствуете в себе силу, почувствуете в себе уверенность, вы почувствуете, что вы способны на многое, вы почувствуете, что вот он наконец ваш час, что наконец вы чувствуете именно вот это стремление пройдет. И знаете, вот это вот может быть у кого-то было состояние такой вот подавленности немножко, и вот здесь у вас такой пойдет подъем, что вы как говорится свернёте горы. Это вас так. Так, совет, совет, совет. Всё, что происходит, происходит для нас, ради нас и самым наилучшим для нас образом. Вот понимаете, возможно, что вы вот этой радости жизни выстрадали, то есть что вы, наконец, избавились от своих проблем и вы, наконец, почувствуете, что даже если в прошлом были какие-то ошибки, что это всё делалось для того, чтобы вы стали сильнее, мудрее, как говорится, и увереннее. Предупреждение. Не навязывайте другим свою волю. Это говорится о том, что немножко, знаете, как вот у вас настолько пойдёт вот этот внутренний подъём, что вам захочется, может быть, управлять какой-то ситуацией. Особенно если кто только устроится на работу, здесь вот будьте внимательны, как говорится, не навязывайте именно своё мнение. То есть старайтесь всё-таки пока наблюдать со стороны, чтобы потом уже, как говорится, взять вверх. Потому что у вас может быть такой момент, что захотите сразу взять вверх, вот этого делать не нужно. Так, это были весы. И теперь мы смотрим скорпион. Что-пов MANDATES ので всё-таки Скорпионов немножко идёт такая неделя, что придётся вам потерпеть какие-то позиции, либо потерпеть какие-то обстоятельства, либо человека. Я не вижу, чтобы были какие-то серьёзные перемены на неделю. То есть у вас больше предстоит, знаете, как подстраиваться, возможно, под какие-то обстоятельства, вынуждены будете. Но знаете, особо вас это, в принципе, не будет сильно раздражать, потому что вы прекрасно будете понимать, что лучше в какой-то мере в чём-то переждать. То есть лучше в какой-то мере где-то, может быть, ограничить какие-то действия, то есть принять ситуацию такая, как есть, понимая прекрасно, что не время сейчас что-либо менять. Поэтому здесь основная тенденция — это ваше спокойствие, ваша терпимость, мудрость, что просто сейчас не время что-либо менять. Но, в принципе, вас это особо расстраивать не будет, потому что вы уже приспособились к неким обстоятельствам, и вас вполне, скажем так, комфортно устраивает. Личная жизнь. Ну вот личная жизнь прекрасна. То есть здесь и просто изумительные отношения, когда идёт открытость, яркость общей интересы, когда идёт именно внимание друг к другу, когда люди открыты, общительны, когда чувствуют поддержку друг к другу. То есть у кого-то может быть рождение ребёнка, кто-то узнает о беременности. И здесь это будет, знаете, такую радость дарить. То же самое касается для одиноких. Идёт очень сильный интерес и очень много знакомства, которые может быть как раз немного перевернуты именно ваше сознание, ваше состояние. То есть возможно, что очень долго были одни. Но, тем не менее, на неделе прекрасный шанс найти того человека, которого так долго ждали. Работа. Прекрасная работа тоже. Прямо просто отличная, когда вы чувствуете, что наконец попёрла, как говорится. То есть кто искал работу, будет несколько вариантов, которые вы будете для себя выбирать. И здесь, знаете, какой бы вы ни выбрали, в принципе, любая вас будет устраивать. То есть она практически будет одинаковая. Просто она может быть, знаете, какая-то может быть поближе к дому, какая-то подальше. Единственное, разница будет в расстоянии. Вот этот момент, да. В целом, что разные какие работы, они будут очень схожи. То же самое, кто работает, идёт продвижение. То есть здесь вы, наконец, в чём-то сделаете прорыв. То есть либо очень громко о себе заявите, либо вам поднимут зарплату, либо, наконец, состоится какой-то важный разговор, который в дальнейшем сыграет важную роль. Финансы. Тоже финансы достаточно неплохо. То есть здесь единственное, что в какой-то мере, может быть, вы возьмёте некий контроль над своими расходами. То есть вот в какой-то мере придётся что-то считать. Но, знаете, не видно потерь, не видно, чтобы в чём-то себя нужно было ограничивать. То есть, наоборот, вы всё возьмёте в свои руки. Возможно, что даже и возьмёте какую-то подработку, чтобы увеличить свою финансовую сторону. Но у вас, поверьте, и сил, и энергии хватит на всё, чтобы укрепить свои позиции. Поэтому здесь неделя прекрасная именно для финансов. Итог. Итог. У вас итог идёт такой, что, знаете, как, наконец, ваше вот это, скажем так, либо замкнутое пространство, либо ваше вот это вынужденное такое состояние что-то терпеть на неделе завершается. Всё. То есть, вы уже, наконец, пересмотрите свои позиции, вы, наконец, пересмотрите своё отношение ко многим вещам. Вы сами поменяетесь в первую очередь. И это поспособствует тому, что идёт очень серьёзный прорыв у вас на неделе. Совет. Помните о своей исключительности и будьте великодушны к другим. То есть, здесь как раз и показывает, что не отворачивайтесь от других, когда вот вы почувствуете в себе силу, уверенность. Не отворачивайтесь от других, чтобы максимально, вот, знаете, вот, ну, даже больше как-то вот приблизить нужных для себя людей. Не отворачивайтесь. Предупреждение. Риск должен быть оправдан. Не рвитесь вперёд. Слишком рьянно. То есть, здесь немного нужно взять контроль над своими эмоциями, потому что очень много будет событий, ярких таких, бурных много будет событий. Вам захочется побыстрее разорвать какой-то круг, но не спешите, не торопитесь. То есть, всё идёт именно так, как вот нужно в нужное время для вас. Так, это были скорпионы. Теперь мы смотрим стрелец. Стрельцы, а у вас такая очень достаточно интересная будет неделя. В первую очередь вы должны, знаете как, у вас идёт такой момент, что вы должны сосредоточиться на, скажем так, своём внутреннем мире. На каких-то, вот, знаете, таких моментах, которые, возможно, очень сильно тревожили вас долгое время. То есть, вы должны смириться с чем-то, вы должны, как говорится, покориться судьбе для того, чтобы вы могли потом в дальнейшем улучшить свои позиции. То есть, вы должны, скажем так, принять некие правила жизни. То есть, хочется вам, не хочется вам, но вы должны это сделать. Может быть, это, знаете, такая, как проверка свыше, что в дальнейшем вы будете получать всё-таки положительные результаты. Но до этого периода вы должны просто, знаете, как смиренно, как говорится, просто терпеть некие ситуации. Сейчас дальше посмотрим. И насмириться просто с какой-то ситуацией в своей жизни. То есть, не пытаться переломить, не пытаться что-то исправить, потому что вы должны понять просто, что на неделе не самый лучший период, предположим, кардинально что-то менять. То есть, возможно, что потом, да, у вас будут изменения. Но, может быть, вы поймёте, что именно сейчас внутренне вы сами не готовы к каким-то переменам. И здесь вы должны просто принять действительность, вот как она есть. И это основная такая тенденция. Личные отношения, личные отношения. Здесь как раз и просматривается, что вы немножко как-то растеряетесь в личных отношениях. Возможно, как раз вы должны принять ситуацию, принять человека, постараться понять его хотя бы на какой-то период. То есть, вы можете оказаться в такой ситуации, что что делать? Ну, могут быть какие-то напряжения, какие-то разговоры, проблемы, обстоятельства бытового характера. И вам будет очень сложно, возможно, понять свою вторую половинку. Но если вы не хотите разорвать отношения, то как раз постарайтесь понять, ну, знаете, как вот говорят, для того, чтобы понять, нужно оказаться на его месте. Вот чтобы сохранить отношения, потому что идёт очень серьёзная проверка на прочность, вот постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы можно было как-то принять вот эти обстоятельства. Если вы одиноки, то здесь у вас могут быть знакомства, но я пока не вижу, чтобы были какие-то серьёзные отношения. возможно, что как раз вы для себя вот будете всё-таки искать такого вот более, как для себя подходящего, да, когда более такого человека, который действительно вам, в первую очередь, по духу будет, который вот действительно по душе. Возможно, что могут быть, но единственное, что не торопите события. То есть постарайтесь тоже вот и действовать именно вот как идёт. Не торопите события. Это самое главное. Это у вас вообще такая тенденция идёт. Работа. Работа вот как раз неплохо. То есть вы уже при работе, ну, возможно, что только что-то начинаете, либо вот кто-то устроится. Но будьте готовы к тому, что вас будут вот именно наставлять, чему-то обучать, то есть будут с вас спрашивать на неделе, и вы к этому должны быть готовы. Знаете, такой некий экзамен будете проходить, чтобы уже в дальнейшем будет, как говорится, видна ваша картина. То есть остаётесь вы на работе, особенно если кто идёт на испытательный срок. И здесь уже очень многое будет зависеть от вашего рвения и умения. То есть как себя покажете, так и дальше будет идти ваша работа. Но кто в работе, особенно если кто в бизнесе, то здесь есть вероятность того, что вы что-то новое, возможно, будете для себя получать, что вам придётся, может быть, каких-то новых людей нанимать. И вам придётся всё время уделять этим людям. То есть нужно прям сосредоточиться. Финансы, финансы. Финансы немного сложности, немного трудностей. Немного просматривается, что пока какая-то тяжёлая ситуация. То есть вы как-то немножко отчаялись, что, может быть, вложились, предположим, и не видите результата. Либо уже отчаялись, но где взять деньги. То есть уже настолько ситуация напряжённая. И на неделе пока, к сожалению, идёт так же. То есть здесь маловероятно, предположим, что вы сможете улучшить финансовую ситуацию. То есть возможно, возможно, но не на этой неделе. Понимаете? То есть, знаете, как если ждали на этой неделе зарплату, то, к сожалению, только через неделю. Ну и итог недели. Но, знаете, вам нужно обратиться к кому-то за помощью, к близким, к родным, к знакомым. Потому что у вас идёт именно такой момент, что вы не будете одни, наедине со своими проблемами. У вас обязательно будет поддержка и помощь, которая вас, знаете, вдохновит и поддержит. Вот даже чисто морально. Совет, совет. Обратите внимание на то, что прочно и постоянно в вашей жизни. Это вот больше именно показано, что не бойтесь обратиться, даже вот нужно именно к своим родным, близким, именно к тому человеку, которому вы доверяете. Потому что здесь это позволит вам почувствовать себя намного сильнее и увереннее. Предупреждение. Не судите, да не судимы будете. Если по какой-то, знаете, может быть такой причине, что из-за кого-то у вас могут быть проблемы, могут быть обстоятельства, то старайтесь, знаете, как-то не гневаться на этого человека, потому что здесь вот как раз и идёт, как я сказала изначально, проверка на прочность. То есть как вы вот именно это испытание принесёте через всю неделю, так и в дальнейшем будет ваша жизнь. Вот у вас так. Так, теперь мы смотрим козерог. Козероги у вас идёт такая ситуация, что вы, в принципе, как-то будете расслаблены на неделе. То есть вы не захотите что-либо менять. Но ещё может, знаете, у вас больше может быть, и как на неделе будет такая ситуация, что вот всё повторяется. Вот как будто ничего нового в жизни не происходит. То есть вот как есть, ну вот как будто всё повторяется. То есть что-то у вас будет идти одно и то же. Возможно, что вам это будет комфортно, возможно, что вам это будет нравиться. То есть не захотите это поменять, предположим. Но и может быть такая ситуация, что наоборот что-то поднадоест и захочется что-то перевернуть, что-то изменить кардинально. Но вот, к сожалению, маловероятно. То есть я не вижу, чтобы вы смогли сделать шаг в сторону перемен и что-то кардинально поменять. То есть пока остаётся ситуация на том же уровне, на том же месте. То есть даже если что-то вы загадаете, то пока маловероятно, что получится. Так, личные отношения. Личные отношения неплохо, в принципе. Здесь достаточно, ну так вы больше как хлопотать будете. Но я бы не сказала, что будут какие-то сильные проблемы. То есть если какие-то мелкие будут, но больше именно бытового характера. То есть что-то вспомните, что-то мне сказал, сказал и понеслось. Но это, в принципе, всё ерунда. На самом деле, в принципе, неплохое отношение друг к другу. То есть здесь особо вы будете понимать прекрасно, что что-то больше ждать пока не приходится. То есть что пока вот как есть, так и есть. Но для тех, кто одиноки, будут знакомства, будут встречи, но ни к чему не приводящие. Просто такие, знаете, вот яркие, интересные, которые, в принципе, вас будут радовать. Вы просто будете встречаться. Но каких-то вот резких опять перемен не видно. Работа. Работа нормальна. Здесь, в принципе, вы уверены в себе. Тоже вот идёт такая позиция, что что-либо менять пока не хочется. В принципе, работа устраивает, отношения устраивает, само положение устраивает. То есть ситуация достаточно неплохая. Зачем что-либо менять? И пока вы не будете. А вот кто хотел устроиться, однозначно будет предложение очень-очень интересное для вас. Поэтому здесь даже стоит присмотреться. Финансы. Вот финансы немножко вас расстроят. Расстроят. А с чем это связано? Возможно, что захочется вам чего-то большего по финансам, но пока не предвидится. Кстати, вот по основе то же самое идёт. Пока не предвидится, не просматривается. То есть ситуация на том же уровне. Если вы рассчитывали больше заработать, там получить, то, к сожалению, пока на этой неделе маловероятно. И это вас, к сожалению, расстроит. Может быть, там запланировали себе что-то купить, но, к сожалению, не получится. Итог. Ну, итог недели. Всё-таки вы, наконец, примите вот эту ситуацию. Вы, наконец, увидите, что, в принципе, в моей жизни и так всё неплохо. И так всё идёт нормально, ровно, спокойно. И вы на этом уровне пока и остановитесь. То есть не захотите что-либо менять. То есть неделя такая, достаточно спокойная у вас. Несмотря даже на финансовую сторону, но, как говорится, смиритесь с этим. То есть куда деваться, да? Так, совет, совет. Относитесь к жизни проще, как к игре, где у каждого своя роль. Вот как раз вы это и поймёте, и примете. И вам от этого будет намного легче. Предупреждение. Опасайтесь конформизма и чрезмерной уступчивости. Здесь это больше, знаете, как относится именно, возможно, к работе. Потому что здесь, если вы хотите, предположим, что-то улучшить в сфере работы, улучшен для себя, то здесь не стоит слишком уступать. Хотя нужно вот немножко, как говорится, такой, знаете, некий эгоизм включить, чтобы можно было вот укрепить свои позиции вот именно по работе. Это у вас так. Так, теперь мы смотрим Водолей. Водолеи что-то на неделе закроются, что-то как-то ограничат контакты на неделе, или что-то как-то не захочется. В первую очередь, если вы хотите что-то такое кардинальное на неделе, вам очень важно внимательно относиться вот именно к обстоятельствам, именно к тем позициям, которые вы для себя планируете. То есть старайтесь продумывать каждый свой шаг. Старайтесь аккуратно относиться, скажем так, к обстоятельствам. Не пытайтесь, знаете, как что-то быстро решить. То есть вот самая основная тенденция для вас — это нужно делать всё медленно, размеренно, спокойно. Что, в принципе, вам позволит увидеть некоторые ошибки, увидеть некоторые возможности, увидеть обстоятельства, которые, возможно, вы не замечали ранее. Соответственно, это позволит, скажем так, улучшить качество вашей жизни. То есть вы очень основательно будете подходить именно к каким-то вопросам, что позволит вам, во всяком случае, увидеть очень многого такого интересного вокруг. Но вы должны очень основательно именно подойти к самым важным вопросам. Личная жизнь. Личная жизнь придётся побороться за свою личную жизнь, особенно за отношения. То есть здесь немного идёт, как раз идёт выяснение отношений. То есть если вы устали от чего-то, предположим, но вы понимаете, что так дольше продолжаться не может, нужно что-то менять. И, соответственно, вы должны взять себя в руки, взять ситуацию в руки и, соответственно, уже решать вопросы. То есть здесь, знаете, как идёт такой момент, что нельзя ситуацию пускать на самотёк. Вы уже очень долго, предположим, размышляли над какой-то позицией. И вот как раз здесь пришло время уже принимать какие-то меры на неделю, чтобы сдвинуть вот эту ситуацию, предположим, с мёртвой точки. Только тогда вы сможете прояснить ситуацию. Если одинокий, то здесь, но, к сожалению, пока ваши попытки бесполезны абсолютно. То есть если даже вы что-то вкладываете, все силы, все свои возможности и все свои таланты, но, к сожалению, пока вы будете в этом же направлении, но пока ничего такого не меняется. Работа. Работа вас устраивает. В принципе, на неделе работа также всё спокойно. То есть здесь вы просто будете наслаждаться спокойно. Вы понимаете, что, в принципе, уже, скажем так, ничего не меняется. Но, кстати, кто-то может и уже на пенсию уйти, потому что есть такой момент, что кто-то может и уже уволиться именно вот по времени, как говорится. То есть такой момент есть. Финансы. Но финансы вас будут радовать. То есть здесь, в принципе, вам комфортно будет. Даже если, предположим, не сможете заработать столько денег, сколько там для себя хотели, но, в принципе, вас это будет устраивать полностью. Поэтому здесь, в принципе, финансы не расстроит. Итог. Итог. Вот знаете, если вы, скажем так, смиритесь с некой ситуацией, то есть не будете слишком там стараться себе мечтать о чём-то большем, да, если вы немножко всё-таки реально оцените, посмотрите какую-то ситуацию, там самую такую основную проблему, тогда неделя пройдёт для вас спокойно. То есть вы сможете увидеть, как и свои плюсы, свои радости, и, в принципе, вас это будет устраивать. Если будете там слишком заоблачно себе ставить планы, то, к сожалению, вы их не добьётесь. Совет. Действовать и принимать решение нужно быстро. Возможно, что вы очень долго ждали, предположим, своего часа. Особенно это может быть прорыв именно в финансах. Возможно, что вы очень долго ждали, и вы должны почувствовать, что в какой-то момент нужно действовать быстро. Несмотря на то, что вы должны действовать аккуратно, в каких-то позициях, но могут сложиться так обстоятельства, что не берите слишком много времени, предположим, если кто-то предложит работу. А нужно, вы должны уже сами для себя понимать, что нужно вам это или нет. Так, и предупреждение. Не будьте беспечны и наивны. Но это говорится о том, что очень много вы уже обжигались, очень много уже было ошибок, очень много уже было разочарований. И здесь как раз вы уже будете более основательно, внимательно общаться с людьми, подходить к какой-то ситуации. То есть уже у вас, в принципе, такого не будет. Хотя ещё может быть, но уже не в такой степени, как раньше. Так, это были Водолеи. И последний знак мы с вами смотрим этой рыбке. Ну, у вас, я вижу, что достаточно неплохая неделя будет на самом деле. То есть первое, ожидайте какие-то новости. Новости приятного характера, которые, в принципе, вас порадуют, порадуют. Новости, возможно, издалека. То есть очень, если долго ждали, либо от какого-то человека, который очень далеко от вас находится, он себя проявит. Это может быть через письмо, через звонок, но он себя проявит. Что, в принципе, создаст вам уже положительный настрой на неделю. Будете строить планы, будете пытаться их реализовывать, что, в принципе, у вас получится достаточно неплохо. И вы вполне будете довольны именно положением. То есть как у вас складывается. Всё ровно, постепенно, спокойно. Что всё удачно решается именно в вашу пользу. Личная жизнь. Ну, вот личная жизнь немножко расстроит. Вы почему-то больше будете сосредоточены, скорее всего, на каких-то профессиональных качествах, профессиональной деятельности, либо какие-то другие обязанности. И как-то немножко вы будете находиться в таком состоянии, в личной жизни, что что-то вас не устроит. Либо ваша вторая половинка сильно заскучает, из-за чего могут быть проблемы. Либо вы просто, знаете, как немножко закроетесь от второй половинки, потому что будете сосредоточены на других позициях. Но вот кто ищет, то, к сожалению, на этой неделе мало вероятно каких знакомств. Вас это будет разочаровывать. Но вам нужно сосредоточиться как раз вот именно, знаете, на каких-то, скажем так, других позициях. То есть это может быть и какие-то курсы пойти. Это вот переключить своё внимание. То есть не сидеть там, страдать, вот то, что у меня не получается, а переключите своё внимание. Работа. Работа, скорее всего, поменяете работу. Либо уйдёте в отпуск, либо могут в командировку отправить. То есть здесь немножко нестабильна позиция. И вы к этому должны быть готовы, что у вас может поменяться ситуация, предположим. И вот вы именно что-то... Либо идёт повышение, может быть такое, что вам придётся перемещаться куда-то. Либо вы однозначно можете поменять работу. То есть может быть как раз вам предложат, и вам захочется что-то новенькое здесь однозначно. Если кто ищет работу, то здесь в принципе больше идёт как временного характера. То есть пока в поисках, какие-то подработки. Такие небольшие, но подработки всё-таки будут. Финансы. Ну вот финансы тоже немножко что-то сложностей. Немножко сложностей придётся в чём-то себя ограничить. Хоть и будете всё-таки получать какие-то радости, но это уже от других людей. И если сами для себя, то здесь, к сожалению, мало что сможете себе позволить. То есть пока финансы, к сожалению, не очень у вас на неделе. Итог. Но знаете, здесь итог идёт такой, что не стоит сильно слишком себя настраивать на то, что вот у меня ничего не получается. Всё равно какие-то радости вы будете получать. То есть всё равно какие-то приятные моменты на неделю у вас будут. То есть может быть вы не сразу это осознаете, предположим, не сразу это поймёте. То есть не сразу примете эту ситуацию, из-за чего будете немного разочарованы. Но если вы более основательно подумаете, предположим, то вы поймёте, что любой ваш шаг, а он может, наоборот, принести только пользу. Так, совет. Совет. Отстаивайте свои интересы. Охраняйте свою территорию от посягательств. Но здесь больше знаете, что не поддавайтесь, предположим, влиянию, давлению со стороны. То есть если вы хотите действительно какого-то прорыва в своей жизни, то вам не нужно расслабляться и ни в коем случае не попадать под влияние других людей, что вы, предположим, не можете что-то сделать, что у вас не получится. То есть вы должны внутренне быть уверены, что у вас обязательно всё получится. Так, и предупреждение. Не цепляйтесь к деталям, не увлекайтесь внешней стороной. Здесь больше это, знаете, как говорится именно о том, что в какой-то мере, возможно, нужно принять свои ошибки, скажем так. То есть не искать виноватых, что вот так вот получилось, предположим. Вот если вы это примете, поймёте, вы настолько сразу увидите ясность именно своих действий и ясность дальнейшей своей жизни, что вы увидите, в каком направлении вам нужно идти, чтобы действительно получить какую-то выгоду, получить, скажем так, улучшение в своей жизни. Вот если вы не будете искать виноватых, а всё-таки сосредоточитесь на семье и на своих целях, тогда вы всего добьётесь. Это вас так. Это вот и были рыбки. Ну вот такой вот у нас с вами получился расклад. Я вам всем желаю, чтобы эта неделя вам принесла только яркие моменты. И как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok